А это наша гордость. Шикарный президентский номер. Настойте самых первых дней. Можно положить пятую кипятику. А я тоже хочу такую подушечку положить под свою сидальщик. Сегодня, друзья, как мы обещали, небольшой анонс. Небольшой анонс предстоящих наших передач на нашем канале YouTube с Павлом Григорьевичем. Дядя Пашей. Дядя Паша? Вот Павел Григорьевич еще заранее меня попросил. Ты можешь меня называть дядей Пашей. Не совру, у меня в телефоне записано. Дядя Паша. Рома спрашивает. Кто звонит? Нет, нет, кто звонит? Я говорю, дядя Паша. Он не понимает. Имя незнакомое дядя Паша. В Америке. Да, Павел Григорьевич Кожевников сегодня у нас, так скажем, предоставленный нам целой, так скажем, гостиницей. Как эта гостиница называется? Antlash. Antlash. Она находится прямо в самом сердце Колорадо Спрингс. Прямо в самом центре, да. И я так понимаю, вообще надо будет изучить историю. Это какая-то история, гостиница с историей. Это одна из старейших гостиниц. Вот Колорадо Спрингс, он славился чем? Рядом нашли золото. И вот эта золотая лихорадка, она здесь была. И улица Каскейд и следующая Невиада, она вот, если, ну, ты, наверное, видел, огромные, большие, старые дома. Они такие вот викторианские, что ли, вот. Но это в старом Даутауне. Нет, 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 здесь вот проедь по... Это в сторону севера, где большой, большой тоже красивый такой храм стоит. Здесь много храмов. Вот здесь вот по Каскейду, после передачи, ну, лучше всего днем надо смотреть. Вот стоят огромные дома. Оказывается, те, кто нажил состояние на золоте, они буквально приходили, вот, как к обойске, значит, покупают там и так далее. И вот эти две улицы, они были единственные в Колорадо Спрингс 200, там, это стоило 150 лет назад, сейчас забыл уже. И вот эта гостиница, Антлас, она построена где-то в 1905, что ли, году. Она строилась сначала одной этажной, потом выходила дальше и дальше. То есть, ну, это замечательная гостиница. Ну, я это ощутил еще на самом входе. Знаете, на самом деле, в Колорадо Спрингс много гостиниц, но это одна из первых, куда мы обратились с просьбой, чтобы, собственно говоря, начать снимать цикл передач. На входе нас встретили очень приветливо, дружелюбно, предложили несколько вариантов на выбор. Мы практически имели широкий выбор, где нам, собственно говоря, опуститься и спокойно общаться. Поэтому мне очень понравилось их дружелюбно, что ли. Да, ну, здесь, понимаете, вот, это нормальный уровень джентльменства друг к другу. Но вот мы, когда вы ехали, вы сказали, Дили Паш, что такой уровень джентльменства не стирается. А с чем это связано? Ну, вот, я приехал сюда в 92-м году. И городок был небольшой. И люди, ну, я просто как будто появился в другом мире, что ли. Вот подъезжаешь к хайвее, к шоссе, и сразу останавливается. И джентльмен, я никогда не забуду седовласы, пожалуйста, и так далее. А сейчас менталитет большого города. Колорадо-Спрингс бешено растет. Штат Колорадо бешено растет из-за того, что Колорадо принял закон легализации, значит... Морикоуа. Травки. Ну, трава. И ведь штаты, само слово штаты, это неправильно переведено, это государство. Это мы сделали, потому что по-английски state, государство, и state, штат. А это одно и то же. 50 государств маленьких пришли, решили, объединились и так далее. И они как бы делегировали свои некоторые позиции к федеральному центру. После того, как 13 штатов не смогли выжить. Они сначала вообще были 13 штатов, 13 государств. Они печатали деньги, у них были войска, они стали драться друг с другом. Но потом сказали, мы так не можем, мы просто разъедемся. И они делегировали к федеральному центру определенные полномочия. Как печатание денег, как армии, флот и так далее. Это сейчас вы, собственно говоря, пытаетесь сказать, как произошло объединение самих штатов. Да. Почему это произошло? А я к чему говорю, что почему вот это вот разрастает, скалорад. Потому что рядом штаты, где марихуана и все остальное не разрешены. Федеральный закон запрещен. Вот здесь вот парадокс. Ты выйдешь на федеральную землю, рядом, да, где, и начнешь курить, тебя арестуют, посадят лет на 20. Да. А здесь это штатовское. Штатовский закон, значит, запрещает. Последний вот, чтобы закрыть эту тему, я преподаю в университете. И 200 профессоров университета обратились к канцлеру, потому что у нас канцлер, который не ректор университета, а канцлер, чтобы объявить университет зоной sanctuary, как бы, для того, чтобы люди туда даже нелегально могли учиться. У нас очень много нелегальных детей из семей. Что они этим хотят преследовать? То, что они преследуют этим? Это, вот если ты житель Колорадо, то ты получаешь, значит, определенные преимущества. В учебе, например, ты платишь меньше, чем те, которые не в Колорадо, которые в Колорадо живут. А нелегальные, они даже не имели права получить водительскую удостоверение. А водительскую удостоверение нет, у тебя нет страховки, ничего нет. Ты нелегальный. И не можешь даже в школу послать ребенка. Ну, столько много нелегалов, что, значит, не знают, что делать. Один путь, Трамп говорит, давайте все 40 миллионов выкинем, но посчитали, прослезились, невозможно. Миф. Да, а другие говорят, давайте легализуем. И, возвращаясь к твоему вопросу, почему стало хуже? Менталитет большого города. Потому что население растет много, очень приезжает сюда, климат теплый довольно. Климат прекрасный. Да, здесь вот только недавно ночлежка открылась для бомжей и все. А так, круглые годы они, то под мостами, то еще где-то, да, и так далее. А сколько вот, мне, так скажем, на память пришло, что вот вы уже на протяжении многих, я так понимаю, даже не пяти, не семи лет, да, преподаете в университете. Вот можно, вкратце вот, так скажем, анонсируя о том, что мы будем в дальнейшем говорить, я хочу немножко так скажем, чтобы вы имели представление о Павле Григорьевиче и его роде занятий. Как давно началась вот эта вот ваша история преподавания? Я приехал в 92-м году. Я никаким эмигрантам, волнам не принадлежу. Сам из Казахстана, родом из Уральска, работал, жил в Алмате, работал в правительстве республики. Потом, значит, такое было, помните, как у коммунистов было, моральный облик. Я думал, уже при Горбачеве-то уже все, а здесь, значит, моральный облик развелся женой, причем подобранно. А морально? Все, да, а морально. Ну и устроили судилище. Я бросил партийный билет, вышел, остался без работы, без семьи, без всего. Ну, такая сложная ситуация жизненная была. И потом было очень много всего в жизни. Я ушел работать завучем, стал директором школы. Как раз был такой вот свободный выбор. Меня избрали депутатом горсовета на таких альтернативных выборах. Мы устроили там, ну, такой вот клуб дебатов, назвали диалог. А потом меня ребят позвали в бизнес. Там была огромная компания. Я был первым помощником, даже не помощником, заместителем, вице-президентом. И там вот я встретил Американочку. Мы прожили год в Алмате. И хотели мы, я в принципе из уральских казаков, хотя во мне многие я, кровя. Многие я. Многая я. Многая я, да. И украинская, и мордовская. По отцу я казак. Ну, в это время, ну, я люблю свою родину. Не так вот плакатно. Ну, как, ну, у меня все было. А принято ведь плакатно. Вот почему не плакатно? Ведь принято, чтобы вот, понимаешь, отстоял свое, так скажем, люблю родину, бросил. Москвич, гнилая московская интеллигенция. Нет, Олег, в моей жизни, ну, да, были плакаты, ходили с плакатами, они об этом, не об этой плакатности. Я просто, значит, ну, как, ну, путешествовал, ездил, ну, чтобы жить где-то в Америке, в Германию. Я люблю немецкий язык. Даже, ну, мы все, вот, дети моего времени, вот, когда, извините за такой параллель, у Путина спросили, какой фильм на вас повлиял, его ответ на меня просто поразил, и щит и меч. И я то, мы все мечтали быть где-то разведчиками. Пограничными. Да, да, там, знаешь, три месяца, четыре месяца где-то шпионами побыть и вернуться, и с ординалом там, и так далее. Вот, чтобы жить, таком не было. И мы, когда у меня жена Гейл, американочка моя, она за мной хоть в огонь и хоть в воду, она любит Россию страшно, значит, идеализировала где-то Советский Союз. А вот в ходе последних событий у нее не поменялось мнение, или же все-таки вот присутствие патриотства? А каких событий? О том, что в большинстве европейских странах, да, вот эти вот санкционные все вот эти информации, информация о том, что Крым наш, Крым ваш, война с Украиной, не война с Украиной, это же информация тоже выливается в телевидение. Она не тоже, она 100%. Здесь 24 часа, 7 дней идет гнобизм России. Мы можем на эту тему поговорить. Она, непосредственно, она умеет делить котлеты и мухи? Если бы она не умела, я бы на ней не женись. Вот в чем, как говорится. Вот, кстати, очень хорошая тема, потому что мы можем поговорить о том, как освещается, хотя почти все знают, но... Не все знают. Судя по тому, какие вопросы мне поступают в прямых эфирах в Перископе, люди не знают, потому что в России только и говорят об Америке. Вот я здесь, я очень редко встречаю, чтобы американцы обсуждали Россию. Да, я не встречал этого. Здесь нету такого, чтобы вот их интересовала потусторонняя жизнь за океаном страны. Здесь опять мухи от котлет. Вот если включишь ящик, вот этот черно-белый-голубый, там 24 сетей. Ящик, хорошо. Кто это оплачивает? Нет, это оплачивают. Это популярная тема, за которую журналистам платят эти деньги. Политики платят. Это направленная травля. Кто деньги платит, тот женщину в телевидении танцует. Вот сейчас идет... Вот золотые слова. Сейчас идет такой гнобизм. Я вот три дня уже просто смотрю, как демократы пытаются Трампа повернуть против Путина. Все, что угодно делать. Ну, это для них очень страшно. Потому что как бы смена политики, полюсов. Но самое интересное, что республиканцы при всей своей неприятии Путина и России даже, они сначала бы оторопело смотрели, они не ожидали, что Трамп победит. И теперь они встали в очередь к нему, чтобы тот... Посмотрите, Ромни. Он же говорил, они друг друга там царапали глаза и так далее. А они вдруг все, да, Трамп это великий человек и так далее. И вот идет массированная атака на Трампа, чтобы он пошел против Путина. Потому что за этой атакой и не только демократы, вот Маккейн и другие, они уже скоординировались, 50 человек сенаторов, которые хотят начать слушание о вмешательстве России в дела элекшн-выборов. Я вот только что к тебе, когда подъехал, было по СНН одно говорит, что да, вот мы должны знать все, как это так, Россия, да как они смеют. Фокс, это Республика ЦАН, они вдруг говорят, а мы что, почему и что, если они да, вмешались, мы что, совсем глупые, чтобы их слушать? А Путин очень интересно сказал. Вот президент Путин, при всем его прият, можно его ненавидеть или любить, он очень умный человек, он одной фразой убил, говорит американцы, что банановая республика, что ли, чтобы мы так легко могли. Эта тема очень интересная, то есть вот если взять пропаганду, я не люблю это слово, но она идет сейчас, да, идет, она идет шквалом, но, вот ты сказал, что американцы не говорят, они вообще не говорят, они знают, где и как говорить, не от того, что боятся, это в культуре, в менталитете американцев. Вот когда я сначала приехал, когда я приехал в Америку, то мне жена говорила, ну мы же любим разговаривать, открыто с друзьями, она сказала, Павел, запомни, о двух вещах американцы не любят говорить при всех, значит, нет, не о деньгах, о религии, значит, и о политике. Вот хочешь поссорить американцев, хочешь развалить общество, скажи, там, ну вы знаете, вот Трамп это такое, бяка такая, вот, то есть у них вот где-то есть фильтр, я даже не знаю, как это, менталитет, видимо, который они не могут, и не хотят, и не будут. Ну, то есть если хочешь найти в лице своего близкого друга врага, поменяй мнение о политических его взглядах, и он на тебя уже начнет смотреть Бог. Ты не поменяешь. Нет, ты поменял, перед ним, например, вот, грубо говоря, ты придерживаешься сторонника, там, Клинтон, я придерживаюсь Трампа, и узнав об этом, американец может, так скажем, изменить свое отношение к другу. Да, да, да. Но, опять же, вот то, что ты сказал, вот этот ящичек, ящичек, они его не открывают даже... Ящичек такой Пандоры, который где-то... Нет, Пандора это нет, это менталитет. Вот они не впускают в свой внутренний мир так вот, вот он верит в Бога, да, допустим. Он такой сильный республиканец. А у него друг там или босс, или еще кто-то, допустим, демократа. Если он где-то чуть-чуть скажет, он может нахмурить брови и перевести разговор. Но, опять же, я не обо всех говорю, потому что Америка настолько она богата... Ну, это страна приезжих... Да, это иммигрант, иммигрант. Я говорю о мейнстриме, об основном течении американского менталитета. А вот такой у меня сразу появился вопрос. Есть ли какое-либо преимущество, назовем, может быть, и религиозное в Америке, да, и, соответственно, преимущество менталитета каких-то европейских стран, то есть, ну, потому что все же приехали все-таки из Европы большинство, да, то есть есть какое-то вот... Или это, опять же, все штат от штата зависит в одном штате, например, в Калифорнии... И нет, и да. Где-то итальянское давление, где-то давление, например, французское, Ирландское. Испанское. И нет, и да. Вот Америку называют плавильный котел. Платье. Да, или плавильный. Почему? Потому что, когда приезжают все с разным менталитетом, с разным темпераментом, с разной культурной... То, что они унаследовали из своей бывшей страны, то многие, большинство, сразу же хотят стать американцами. Однажды у меня был бизнес, я когда только приехал, меня один американец был... Ой, какое красивое слово! Сфалавал. Сфалавал. Не слышал? Нет. Это мое, видимо, поколение. Сфалавал начать торговать русскими сувенирами. Я стоял, торговал матрешками, что-то еще. Мне это нравилось. В огромном моле. Мол это центр такой. Тысячи людей проходили за день. И останавливаются часто. И большинство, услышав мой легкий акцент, значит, спрашивали, откуда ты? Я им говорил, сначала говорю, из Казахстана, а где это? Между Россией и Китаем, значит. Вот после этого дурацкого фильма «Бурат», наконец-то стали говорить, о, Казахстан. Я говорю, нет, не тот, не тот. Это прекрасная страна и так далее. Сейчас опять забывает, надо «Бурат-2» выпускать. И они говорили, мои родители тоже из России. А ты говоришь по-русски? Водка, селедка. Они бы не говорили, да, короче, на здоровье. Не на ваше здоровье, не за ваше здоровье, а на здоровье. Где-то фильм «Голливуд» сделал. Я говорю, а что ж ты, русский? Они говорят, они не хотели, чтобы мы русский знали. Вот мой пап и мама уже не знали. А мы вообще, они ругались иногда на русском языке. И мы, я тогда стал так вот задуматься, почему я разговаривал. Оказалось, когда приезжали, чтобы избежать акцента 30-е, 40-е годы, потому что, ну, не брали с акцентом, там, смотрели так. Хотя это запрещено законом. Даже сейчас иногда так смотрят. Запрещено законом, но если ты выбираешь между 10-ю кандидатами на работу, конечно, предпочтение. И поэтому приезжали, а порой хотели, вот как у меня есть рассказ «Берег», значит, порой это основано на реальной судьбе человека, который был обижен российской, как бы получше найти это слово, хамстом я его так назову, что он пришел, бросил паспорт, все, порвал, он захотел вообще избавиться от всего русско-российского из-за того, как трактором проехали по его судьбе. Вот. Есть такие люди, которые не хотели слушать. Особенно, допустим, ну, люди, ну, мы знаем, как Советский Союз был скроен, что обиженных было очень много, мягко говоря, обиженных, да. Есть, и вот, возвращаясь к твоему вопросу, есть ли анклавы? Да, есть. Те, которые еще не переварены этим котлом, те, которые уже переварены, но у них к старости есть ностальгия к своему прошлому. Есть литовцы, которые, я был в гостях у одного литовца, старого человека, потрясающего человека, да. И он принимал меня, зная, что я русский, значит, я так, ну, настороженно, зная о чувствах прибалтов к вот таким русским, значит, здесь особенно Чурайцын, новолитовцы, новорусы, вот. А здесь он был, ну, просто вот дедушка вот такой хороший, мы разговаривали очень много. Вот есть анклавы, есть мексиканский большой анклав, растущий население мексиканцев, они... Однажды я, вот, скоро поеду опять в Мексику, однажды я был на курорте в Мексике, мы разговаривали с мексиканкой, она спросила, откуда, как и так далее. Думаю, что я капитально против Америки, она начала открывать душ, вот эти янки, они у нас взяли и Колорадо, и Нью-Мексико, и Калифорнию. И слушай вот это, ну, мы возьмем, мы не оружие возьмем, мы рождаемостью возьмем. И сейчас везде. Грамотно, очень грамотно. Да, и вот уже, уже появляется, у нас уже сколько каналов, вот у меня где-то 200 или 300 каналов, из них, наверное, 30 или 40 на испанском языке. Ты сам знаешь, что магазины появились. Мне довелось в Сан-Антонио работать несколько месяцев этим летом. А Сан-Антонио, это территория Мексики. Вот, и я наблюдал, конечно... Ты имеешь в виду Сан-Антонио американское или Сан-Антонио мексиканское? Нет, американское. Оно американское, ты сделал ошибку. Оно американское сейчас. Да, а ты сказал, оно мексиканское. Как американцы я протестую. Хорошо, хорошо. Но я, наконец-то, наблюдал картину, которую не видел в других штатах, даже в Калифорнии, близ Сан-Диего, да, то есть границы. Сплошная Мексика. То есть сплошная Мексика, и мне она понравилась. То есть это было, назовем так, не та часть, так скажем, черной Мексики, да, вот черной грязной моих мексики, разнообразной, орнаментной, со всеми этими и ресторанами, и культурой, и магазинами. Я бы поправил тебя, нет такого черно-грязной и так далее. Есть страна, прекрасная страна Мексика. Я ее изъездил уже. В нашем представлении она почему-то такой представляется. Она может быть грязной дороги, там, бедные люди, там, и так далее, да, но назвать ее грязной, черной нельзя. Вот те люди, кого я встречал там, да, мне подходят. Я не видел, что дай мне деньги, да. Они обязательно что-то тебе продадут или еще что-то. Да, где-то хитринка. Заработай. Да, где-то хитринка есть, где-то надо быть осторожными с ними и так далее, но это гордый народ. Почему я сейчас скажу? Вот я сейчас смотрю по сетям. У русских есть такое, бей своих, чтобы чужие боялись. Есть такое вот второе, по-моему, Высоцкий пел. Это из Библии, кстати. Это не русское выражение. В своем отечестве пророков нет. Высоцкий говорит, и в других отечествах не густо. Помнишь эту песню? Но стоит в сетях появиться что-то, такая вот красивая женщина. Я забыл ее фамилию, актриса. И показали, вот смотрите, какая фигура там и так далее. И начинается. Да вы что, что вы нашли там и так далее. Стоит что-то сделать. Вот Михалков. Он неординарный человек. О нем можно многое говорить там и так далее. Но когда он поставил свой второй фильм на Оскара, первый, который был «Утомленный солнцем», а второй то ли «Противостояние», то ли еще что-то, я забыл сейчас. То как поднялась волна против него. И русские сами стали бить русских. Этот барин, этот государственник. К чему я говорю? Вот стоит мексиканцу, они бедно живут. Но если их человек где-то засветился, где-то что-то сделал, я видел, как они горды, они с флагами бегают. Это наше, это что-то. Можно назвать это национализмом, можно назвать патриотизмом, но бить своих они не бьют. Я не знаю, наверное, только русский и еврейский народ. В Израиле я тоже видел, как такое происходит, что люди готовы убить за... Брат поднимает на брата. Ну, наверное, есть еще народы, но такого... Понимаете, дело в том, что вот эти вот все мифы и легенды, которые в головах наших, живущих в большинстве, там, за речкой, я и хочу делать эту передачу, чтобы развеять большинство мифов, которые и в моей голове. То есть представление о людях других культур, живущих здесь, так скажем, представление о политическом укладе, представление о экономическом развитии. А менталитете, повседневной жизни. Я хочу, Олег, тебе сделать комплимент. Я недавно стал смотреть за... За бугром. За бугром, да? Мне очень понравилось. Особенно понравилось, как ты... Ну, профессионально, когда тебя оскорбляют. И вот возвращайся к этому. Там, ах, какой-то там русак появился, или украинец, на это еще одна сучь там. Ты же видел, как проскальзывает. Ах, ты и так далее. И ты доволен с юмором и так далее. Вот, конечно, есть этому объяснение, почему русские рубят русских. Я не говорю о национальной составляющей русскости. Вот мы, по большому счету... Я не люблю это слово «совки», но мы все из одной страны, по крайней мере, мое поколение, да? И вот мое поколение, к сожалению, к сожалению, очень много таких, что, ну, готовы растерзать тебя за то, что ты лучше живешь. За то, что у тебя какой-то особый взгляд, ах, ты еще... У меня... Не у меня, у моего брата был знакомый в Ульяновске. Он приехал из Таджикистана и пригласил нас. Мы с моей женой, с брата женой поехали тогда из Уральска, тогда границ еще не было. Только развалились, но границ еще не построили. И приехали к нему, у него дворец буквально, и он сделал ошибку. Он поставил этот дом, ну, там, где, видимо, дали ему, среди рабочих там, ну, домов, не бедных, нормально. Мы сидели, праздновали встречу, давно не виделись, и он начал жаловаться. Какой русский народ плохой. Значит, я говорю, а что такое? Вот я выхожу и каждый раз, помоем мне под это, под вход, гейт, калитка, ворота. Я, правда, ему сказал, а зачем ты строил здесь? Это же, ты же дразнишь их. У них наводку не хватает, а ты, значит, это тоже из Уральска. Но вот такой вот ненависть даже, какое-то неприятие того, что один из нас выбился, оно, конечно, есть это, но уходит потихоньку. Но оно все еще есть, к сожалению. Просто я и на своем опыте, как бы, имею такое представление, что большинство не могут смириться с счастьем других. Не приучены радоваться брат за брата. Я не говорю бы о всех, но в большинстве таком, что это какая-то внутрепривитая зависть, внутрепривитая зависть, которая гложет и не способствует, чтобы человек что-то сделал так же или лучше, а вот способствует на поступки, которые потом приводят к тюремным заключениям. Это, это к сожалению. Но я понимаю, я вот не хочу, чтобы вот этот лейбл, да, вот, чтобы на русло наклеить. Это советское. Почему? Потому что был при всей своей, вот, 70-х годов до развала Советского Союза, как не говорите, жили в среднем нормально, научились где доставать по блату, там и так далее. То есть, как Путин говорил, устаканилось, да. И когда, ну, менталитет-то был, если клава, вон там, он селёдку дают, и надо обязательно лезть вот без очереди, я занимала и всё такое. Это настолько прочно вошло, что люди не верят, что всё будет нормально. Я, когда приехал, у меня такое было, я куда-то стремился бежать, и мне говорят, нет, захожу в банк, никогда не забуду вот такой вот урок для меня, менталитета такого, значит, и там очередь стоит. А мне только один вопросик спросить. А банк, в любом, ты же знаешь, за пять метров не подойдёшь, потому что тебя пригласят, ты стоишь как джентльмен, леди и так далее. И я раз только говорю, извините, мне только спросить. Она ответила, но так на меня посмотрела, что больше я не стала. Через голову не лезешь. Причём не очередь должна наводить порядок. А вот когда они стоят, они терпеть не могут очередь. Сразу же менеджер говорит, касса номер три срочно откроет. Я наблюдаю эти касса. И она не скажет, идите сюда, она подходит к следующему человеку и говорит, пойдёмте, я вас обслуживаю. У меня очень часто даже в продуктовом магазинах менеджер обслуживал, когда все кассиры, и они видят, что мы с детьми. Корзина долларов на 300, менеджер самолично проберёт на кассу и обслуживает. И причём, интересно, в магазине Sam's я тоже при... Восемь часов закрыт был. Но это не значит восемь, а на... Все, кто зашли в восемь, они до полдевятого, до девяти, до десяти могут. И вдруг скопилась очередь в две кассы. Менеджер говорит, срочно выйти. И они все, даже там, где... Она только продаёт часы. Кто-то там продаёт это. Она говорит, пойдёмте сюда. У меня мясо, хлеб там и так далее. Я думаю, как же это уйдёт? Всё, ну, это, конечно, менталитет такой. Но я не хочу идеализировать. И вот, хорошо, продолжай свой комплимент о том, что когда я вначале приехал сюда, я тоже делал камеры фильм. Я показывал своим знакомым там охали-ахали и так далее. А потом я хотел сказать, ребят, не всё так просто. Да? Совершенно не... Здесь надо работать так, как не снилось в бывшем Советском Союзе. Да? Может быть, как при Сталине работали, я не знаю. Но вот что ты собираешься сделать, это очень хорошо. Почему? Потому что компьютеризация в России пошла вглубь. Я вижу, что многие из Сибири, из дальних от Москвы, Санкт-Петербурга в городах уже начинают смотреть. И они, вот как у тебя, говорят, а это кто? Меня зовут Олег. И ты постоянно повторяешь и так далее. А вот они уже подошли, говорят, а как там в Америке? Потому что лет 15 назад я приехал, я тогда был вице-президентом издательской компании, я приехал к себе, довольно неплохо был одет. И моя племянница Юля говорит, дядя Паш, она боялась спросить напрямую, богаты вы или нет. А кто вам стирает одежду? Я говорю, моя жена. А кто убирает дом? Я говорю, мы вместе включим музыку, я что-то делаю, пылесос и так далее. Я говорю, а откуда у тебя, а я думал, у тебя, у вас 5 домработниц. Я говорю, откуда у тебя такой имидж Америки? Потом я две недели пробыл там и увидел все эти голливудские. А в Голливуде же как? Ну они же не работают, они же одной пули 10 сражаются. Да, и причем, знаешь, бьют в нос там, никто никого не судит. Попробуй. Вот Америку создала голодная армия юристов. Я здесь могу засудить, ну президент он, когда президент он вне этого поля, но я могу засудить любого богача. И ко мне ринутся десятки голодных юристов, которые скажут, ты даже не плати, вот есть, давай сейчас его засудим и так далее. Поэтому вот американец знает свою скорлупу, да? Он может из нее выйти, но это не принято. Я рад, что ты потихоньку будешь вести, причем это хорошо, что Колорадо, Колорадо это центр, это дикий запад. И вот то, что ты показываешь, без таратуты, это намного, намного ценнее и лучше. Спасибо, спасибо, мне очень, мне очень, это мало то, что приятно, мне очень важна ваша оценка. В свою очередь, у меня есть такой вопрос, и специально это хочу вопрос задать вам для наших зрителей. Что и когда повлияло на то, чтобы вы свое творчество перенесли на бумагу? Я думаю, много вещей, много, значит, видимо, ну есть такая, такой, я религиозный человек, мы можем как-то поговорить и о религии, и о Боге. Я думаю, что это будет очень интересно. Да, у меня, ну, наверное, кто не знает, у меня есть стихи и проза на стихи.ру и проза.ру. Кожевников, Павел Григорьевич, добро пожаловать, критикуйте, заходите, пишите. Я размещу под этим видео ссылочку, и при возможности вы посмотрите, потому что в предыдущих видео, которые у нас одно было, из итальянского ресторана, был вопрос, а где ознакомиться с творчеством, и прямой вопрос, где, собственно, купить книгу. Поэтому под этим видео я размещу вот как раз ссылочки под вот эту проза, проза.ру. Проза.ру и стихи.ру. Да, там несколько Кожевниковых, Кожевников, Павел Григорьевич, вот там, где поиск автора. Мы можем поговорить насчет литературы, где купить. В скобочках дядя Паша. Нет, там вот как раз тогда уведет куда-нибудь. Там дядя Паша. Обращаться можно деда Пашева молодым, дядя Паша молодым, красивым женщинам моего возраста. По-любому. What's in a name? Что в имени тебе моем, как говорится. Что повлияло? Я где-то... Я из Уральска, Шолохов, приезжал очень часто к нам туда. У него семья была во время Второй мировой войны, дача его была, он любил охотиться. Известие о том, что он получил Нобелевскую премию, застало его в наших уральских степях. Он охотился, по-моему, даже не в степях, но на Урале. И мы все знали Шолохов. И наши родители, когда мы увидели, они увидели Шолохов. Потому что я еще маленький был, 1957 год. Ну как маленький, 8 лет мне было. Нас не пускали в эти кино. Мы пробрались, и когда я увидел своего деда, скачивая на лошади, потому что у всех семейный уральский казак, почти такая же форма, чуб там и так далее, знаешь. То я сказал, смотри. Я знаю, что в это время, когда... Ведь уральский не разрешалось даже слово казак. Уральские казаки, они были последние вместе с узбекскими, как их там называли, забыл, не маджахеда, а басмачи. Да, которые сопротивлялись. Они противостояли революции. Да, и был такой геноцид яицкого казачества. Есть книга Чеснокова Георгия. Там страшные факты, страшные просто факты. Это не голодоморты, это еще хуже было. Ну, куда уж хуже, наверное, на голодомора. И вот, когда вышел этот фильм в 57-м году Герасимова, то казаки донские плакали, шли. И говорили, мы легализованы, а уральский казачься не было легализованы. И мы боялись говорить, что из казачьей семьи там и так далее. Ну, мы сами все знали. И вот это подвигнуло меня прочитать. Первый раз я прочитал Тихий Дон в 14 лет. Я настолько был ошарашен всем этим. Шелух мне казался, ну, богожитель, наверное. И когда я был студентом, была пресс-конференция. Я нечаянно туда попал. После конференции у меня такая книжечка была. Он мне расписался. Автограф, к сожалению, потерял. Я заболел просто шелухом, заболел этим пластом казачьим. Я захотел что-то написать. Олег, сразу не напишешь. Я после окончания института поехал преподавать в Переметницкую среднюю школу Зелёновского района. Была весна. Какая весна в Уральске? Это необыкновенно. Тюльпаны цветут, дикие тюльпаны. Мы купались в тюльпан. Я открыл окно. Моя молодая красивая жена рядом. Всё есть, и только что-то хочется выразить. Я взял чистый лист бумаги и написал. Казак Егор вышел на улицу проведать своего коня. И вдруг я понял, что я ничегошеньки не знаю. А что конь ест? Это же нужно же передать. Проса или овес, или ещё что-то. И тогда где-то мне попалась автобиография. Я уже не помню кого. Какого-то великого писателя, которого спросили, а почему вы начали писать так поздно, в 49 лет? Он говорит, я всю жизнь впитывал в себя, что потом писать. Я понял, я ничего не знаю. Хотя бы понимать. Но всю жизнь я смотрел, а я бы так написал, а я бы эдак написал и так далее. Однажды я написал стихотворение. Довольно хорошее по сегодняшним яркам. Я смотрю, я показал своей молодой жене, она сказала, что ты ерундой занимаешься. Я забросил. Потом я писал, рвал. Но всё время был такой аппетит самовыражения. И я боялся на это. И вот когда я работал в правительстве, я писал доклады. Я писал какие-то стишки дурацкие. Не про коммунизм, на юбилей. Знаешь, как это было? И когда я приехал в Америку, у меня где-то 4 месяца я... Жена говорит, ты хочу я работаю. Всё нормально. Вари борщи. Мой русский муж, я буду работать. Я сказал, нет, не могу. И вот 4 месяца я не мог. Я просто взял и стал писать. И тогда однажды я слетал в Германию. У меня там один из моих лучших друзей. Яшенька Брауэр. Брец. Это необыкновенная семья. Это такой человек, а таких мало сейчас. Я прилетел на свадьбу их сына, Яши и Тани. И оттуда летел в Москву. И буквально в самолёте за 2 часа написал размышления после немецкой свадьбы. Оно, кстати, на Прозору. И однажды эта статья, опубликованная в нескольких странах, попала профессиональному журналисту. Он говорит, Павел, вы журналист? Я говорю, нет, боже упаси. Он сказал, вам надо писать. И вот это мне помогло. Потом я написал книжечку стихов первые. Она разошлась быстренько там. Вторую я уже основательно. Я выпустил её в Тверской области. И я сказал, мне деньги не надо. Давайте. Они переиздавали. И на деньги оказывали малоимущим. Однажды я встретился с директором типографии Варфоломеевой. Варфоломеевой и Маргариты. Чудесные женщины. И она сказала, мы помогли. И многие вам передают огромное-огромное спасибо. Потому что у некоторых людей не было даже денег на портфель и так далее. Я после этого сказал, мне не надо личного обогащения. Если я что-то заработаю, я обязательно буду помогать. Вышла третья книга, она уже в Америке вышла. И она вот сейчас разошлась вся. Значит, я думаю, издать переиздать. Очень много просят, особенно про гавайца. Русский гавайец. Многие посылают в Мосфильм, чтобы даже Говорухину было письмо коллективное, чтобы снять. Но я этим летом там посмотрел, там не подойдешь просто. Даже с деньгами не подойдешь. Даже не хочется говорить, такая грязь это все. Такая мафия сидит и не пускает никого. Поэтому где я, где Мосфильм. Но я думаю, что если где-то будет возможность издать мою книгу, и продать, и отдать людям деньги, значит, я это сделаю. Я сейчас просто слушаю и прекрасно понимаю, что вы творите, и передавая вот все то, что вы имеете в опыте, в представлении, в фантазии, передаете все эту бумагу, не несете как бы ту цель помочь другим. То есть я понимаю, что на чашку кофе, на хорошую рубашку, на поездку в Мексику или на Гавайи, это не проблема. Поэтому это очень тепло слышать. Я просто вот сижу, я даже не заслушался, а я согрелся. Мне так тепло это слышать. Понимаешь, Олег, к этому подходишь. Ну сколько стало жить в этом мире? У меня здоровье не лучшее. Я опять же к Богу пришел. Если мы будем говорить о Боге, я расскажу. Вот когда думаешь, ну сколько рубашек-то нужно? Ну сколько кофе нужно? Ну куда ты? А ты две шутки сразу можешь одеть одновременно? Могу, но не хочу. Ну вот так вот. Дело в том, что я не богатый человек по меркам, миллионер и так далее. Но я не бедный. Но подойте, подойте, есть же богатство финансовое, есть богатство человеческое. Я не знаю, богат ли я этим или нет, но я собрал... Вот однажды, когда я стал соизмерять свои шаги на этой земле, мой американский друг, с которым мы говорим обо всем, он сказал, а Бог ведь не там где-то, он вот в тебе. Я убоялся как-то. Я говорю, я вот сейчас вру и думаю, что Бог не видит, а вот он во мне. Бог не может не видеть, он в тебе. Да, и вот это я... Ты сейчас удивишься, что вот когда я говорил, что абсорбируешь в жизни, и жизни очень много. Однажды в Алма-Ате я стал после работы ездить в... Там был, по-моему, комплекс, комплекс такой ЦК Компартии Казахстана в горах, и мы играли в волейбол. И к нам иногда присоединялся Алжас Сулейменов. И ты знаешь, это поэт, это необыкновенно талантливый человек, он сейчас где-то то ли в Италии, то ли ещё что-то. И мы играли в волейбол, и мы уж, казалось бы, интеллигенции, да, цвет интеллигенции тогда нас называли. И если мы ударишь в волейбол, и дотронешься до сетки, значит, это фолл, это нельзя. Нет, и мы все, нет, я не... Нет, и всё, я не дотрагивался. Я Алжас однажды принял удар, и сам остановил игру, говорит, ребята, я дотронулся до сетки. Это был такой урок, я думаю, чего же мы врём-то по мелочам. И это вот маленький шажок был для того, чтобы вот, ну, вот предстанешь скоро перед Богом, да. И ты чего им скажешь? Что врал, что пытался купить пять машин, а там старушка сидит. Ну, вот как-то я к этому подошёл. Многие не понимают, в том числе и мне постоянно задают вопрос, да, я провожу очень много трансляций, я провожу, уделяю этому очень много времени, меня спрашивают, а тебе, например, Перископ, платится это? Ну, то есть люди не понимают, что... Зачем? В общении, да, вот в общении и в рассказах от таких вот, которые, допустим, мы сейчас это делаем, да, и рассказы, которые я делаю в Перископе, есть зерно, смысл. Я, например, знаю уже несколько десятков людей, моих зрителей, которые пишут мне ВКонтакте о том, что мои передачи повлияли на то, чтобы кто-то бросил пить, кто-то помирился муж с женой, мать с сыном. У меня есть истории, то есть, которые дают мне понять, что вот я ведением своей передачи, своих вот Перископов, не просто получаю удовольствие от того, что я вот чего-то добиваюсь, я получаю удовольствие от того, что я знаю, что говоря с людьми, показывая свою жизнь, да, я в прошлом очень известный алкоголик из Москвы, я очень много пил, я справился с этим. Я на примере своей жизни показал людям, и они задались вопросом, этот мужик в шляпе смог! Почему я не могу? Я тоже могу, и я это как раз и говорю, все мы можем. На примере меня, других людей, Павла Григорьевича. Я даже скажу вот для зрителей, если будут смотреть, у Олега вчера был страшный день, он попал в автоаварию, и сегодня он устал, буквально пришел у него крутой, ну как крутой, не крутой, а сильный бизнес, где нужно повседневного руководства, и так далее. Вот сейчас сколько здесь время? После шести, уставший человек, но приехал для того, чтобы поделиться с незнакомыми людьми, чтобы открыть частичку Америки, частичку себя, частичку интеллигенды Америки. Мифы, легенды и реальность. Реальность, да. Поэтому я думаю, что я надеюсь, что у тебя в твоей программе будет будущее. Если кто-то захочет со мной встретиться, мы можем поговорить о любых. Это не значит, что я обязательно дам рецепт, или я вот такой крупный, или еще что-то. Одного рецепта не бывает для всех. У всех людей есть определенная, так скажем, история жизни. И в определенную ситуацию нас все равно приводят те или иные действия. И у всех они абсолютно разные. Они могут быть, результаты одинаковые, но дороги-то у всех... Знаете, жизнь – это такой коридор. И по этому длинному коридору ты идешь справа и слева двери, но они без надписи. Они без надписи. Мы пытаемся там заглядываем, оп, там пропасть закрыл. А иногда заходим в темноту, идем, идем, идем. А оказывается, там еще один есть коридор, еще лучше. Поэтому просто под лежачий камень никогда вода не течет. Нужно встать, идти вперед, за углом, я уже говорил, за углом там, где-то там за углом стоит ваше счастье. Счастье не идет к вам навстречу. Счастье – это та вещь, та субстанция, которую нужно искать. Ваше счастье – это ваша жена, ваши дети. У вас их нету. Ищите, а не там за поворотом. И еще интересная вещь, что вот в связи с... Ну, сейчас другой мир. Раньше был один ученый или кто-то интересный человек, который вещал на всю страну и так далее. Сейчас вот смотрите. Вы тоже можете открыть свой сайт и говорить. И что интересно, это свободный. Ну, не хочешь слушать, может быть, ты намного умнее, чем будет беседовать кто-то. Закрой. Но ведь много очень людей, которые поспорят, поговорят, может быть, свое что-то предложат. Но еще одна вещь. Вот я знаю, сколько в моей жизни друзей ушло на тот свет от алкоголя и от курения. Я когда две недели назад открыл одну из... Не так открыл, а на компьютере. Там было что-то про курение. И вдруг дама на полном серьезе говорит, у меня папа 80 лет, он курит все еще. Я говорю, а если бы не курил, может быть... Он прожил до 80 лет, я говорю, я может не курил, прожил бы до 120 лет и так далее. И на полном серьезе говорит, а врач говорит, вы не бросаете курить. Вы можете умереть. Да, вы можете умереть там и так далее. Я сталкивался ровно с таким же. Ровно с таким же было. Было. Я, кстати, хотел бы попросить всех наших зрителей, кому интересен этот формат передачи, пишите, пожалуйста, в комментариях ваши пожелания, что бы вы хотели услышать. Темы передач, ваши вопросы ко мне, Павлу Григорьевичу. Поэтому все, что вы хотите услышать, увидеть, напишите, пожалуйста, под этим видео. Мы обязательно отреагируем, обязательно озвучим, от кого этот вопрос. И третье. Я предлагаю, присылайте мне, пожалуйста, ваши видео с вопросом. Вы можете снять свое короткое видео хоть на телефон, хоть на какую-либо камеру. Залейте это в YouTube, пришлите мне ссылку, и я в нашем формате общения буду вставлять ваш вопрос. И в ходе общения с Павлом Григорьевичем будем отвечать на этот вопрос. То есть вы понимаете, что сняв свое видео, мы разместим его в нашем видео, на нашем канале, и это будет, так скажем, более интерактивно. В таком вот формате мы планируем выпускать для начала ежемесячную передачу. Будем встречаться в таких прекрасных, так скажем, условиях и формировать передачи на, так скажем, на основе ваших вопросов и в том числе моих вопросов, которые я буду к Павлу Григорьевичу готовить заранее. Это сегодняшнее маленькое наше видео, которое мы называем анонс. Мы на сегодня заканчиваем. с вами был Олег Забугорский с Бугром Лайв и Кожевников Павел Григорьевич, дядя Паша. А для кого-то деда Паша. А для кого-то деда Паша. Счастья России всем вам, мои дорогие. Пользуясь случаем, я хотел бы попросить дядю Пашу. Он уже не выйдет с нами в эфир до Нового года. Поэтому уже мы увидимся с Павлом Григорьевичем после Нового года в 2017 году. Я поздравляю вас, дядя Паша, с Новым годом и хочу пожелать, чтобы у нас сбылись все наши вот эти вот перспективные передачи. И я очень хотел бы пожелать всей вашей семье, чтобы та энергию, которую вы излучаете, они все ее принимали. Знаете, есть то рост, когда энергия идет, но старит барьер и эти щепоточки отлетают. Так я хочу, чтобы ваша энергия в новом 2017 году впитывалась как губка. Спасибо вам большое за эту передачу. Спасибо, что пригласили. С удовольствием. До свидания, друзья. До свидания. Редактор субтитров